так ну что ж дорогие друзья мое второе видео с кубанской земли с наманской земли фермерской земли вот уже осень уже прохладненько но с моей точки зрения в чем проблема вот эта таманская земля это кубанская земля она может давать гораздо большую отдачу как-то несколько лет назад я попробовал сделать статистическое сравнение Краснодарский край и Израиль количество населения примерно одинаковое валовое производство сельхозпродукции тоже примерно одинаковое девять с половиной миллиардов это вся кубанская земля дает и такой же объем производства дает израильская земля но делаем сравнение дальше сколько земли в Израиле и сколько земли на Кубани извините в Израиле восемь процентов от кубанской земли идем дальше сколько людей работает в Израиле в сельском хозяйстве и сколько на Кубани в Израиле 3,6 процента на Кубани 22 процента но это немножко устаревшие данные ну там немножечко что-то может быть там чуть больше чуть меньше так в чем же причина в чем дело почему объем производства примерно одинаковый в денежном положении а эффективность разная все таки есть два компонента это технологии и организация на удивление в Израиле размер фермерское хозяйство на удивление очень маленький аж целых четыре гектара это стандарт семья может получить четыре гектара ну и там стараются работать так чтобы эти четыре гектара давали максимальную отдачу да там есть и коллективные хозяйства то есть там спокойно живут рядышком два уклада социалистический то есть кибуц это коммуна классическая коммуна как это было описано еще в те далекие времена и частное фермерство это так называемые машавы машав это дуб израильской дыре где живут фермеры но опять же вы понимаете что четыре гектара не могут дать слишком большой объем продукции поэтому нужны механизмы с помощью которых можно было бы делать предприятие рентабельным делать фермерское хозяйство рентабельным вот здесь уже работает кооперация но это отдельная тема по кооперации я вам немножко рассказывал еще раньше но это второй элемент второй компонент успешного сельского хозяйства кстати вот интересная вещь когда я поднимал вот эту статистическую информацию ну в частности по Кубани и по Российской Федерации там вылезла одна очень интересная цифра в частном фермерское хозяйство на территории начало в Российской Федерации 6% земли но когда мы смотрим объемы производства там почему-то получается 15% всей сельхозпродукции производят именно фермерское хозяйство поэтому нужно задуматься как стимулировать как сделать чтобы в целом сельское хозяйство было максимально эффективным с одной стороны давало достаточные объемы производства с другой стороны обеспечивало нормальный жизненный уровень жителей те которые живут в селе чтобы у них был достаток чтобы люди жили нормально и хорошо ну и потенциал использовать тот который здесь есть так вот куда государство должно вкладывать свои силы и средства то ли в какие-то там огромные структуры то ли в фермерство еще раз говорю 6% земель дают в Российской Федерации 15% сельхозпродукции вот и давайте думать что нужно стимулировать выставка Юг Агра на ней будут представлены 4 израильские компании Бенигар, Мапал, Галконг и Агрошериль мы расскажем о этих самых израильских технологиях то есть пожалуйста ждем вас на семинар 19 числа будем рады с вами пообщаться расскажем что и как делается в Израиле и вы как раз сможете пообщаться с производителями оборудования с производителями тех технологий которые дают очень хороший экономический эффект так технологии стоят денег но если ты ничего не вкладываешь в производство ты ничего не получишь вложил ноль получил минус ну к сожалению это так это законы экономики дорогие друзья до встречи на выставке Юг Агра готовьте свои вопросы с удовольствием вам ответим всего доброго с вами был Агрошериль ФТБ спасибо 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 спасибо